Добрый день! В эфире программа «Следователи» и ее ведущий Александр Афонин. В этом выпуске преступные развлечения. Депутат районного совета народных депутатов осужден за совершение нескольких преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Совесть не продается. Брянский следователь отказался от взятки, а взяткодатель стал фигурантом сразу двух уголовных дел. В Брянской области местный житель осужден за совершение нескольких преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. 50-летний житель города Дядьково, являвшийся депутатом Дядьковского райосовета, обвиняется органом следствия в целом ряде преступлений. Это и половое сношение с несовершеннолетними, и сбор сведений об их частной жизни, и незаконное хранение огнестрельного оружия. Всего выявлено 15 фактов противоправной деятельности. Половое сношение с несовершеннолетними мужчина фиксировал с помощью камеры мобильного телефона, а также закамуфлированных специальных технических средств. В ходе обыска при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии обнаружено и изъято несколько экземпляров незаконно хранившегося огнестрельного оружия. Преступления выявлены и пресечены сотрудниками уголовного розыска совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по региону. Суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевших с виновного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона 430 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. В Брянске осужден бывший сотрудник полиции, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения и даче взятки следователю. Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему уже бывшему сотруднику ДПС ГИБДД. Ночью 26 марта 2022 года мужчина на автомобиле Шкода Октавия выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Лада Гранта. В результате дорожно-транспортного происшествия причинен вред здоровью водителю и троим пассажирам автомобиля Лада Гранта. Желая снизить свою меру и ответственность за совершенное ДТП, а также размер возможного наказания, полицейский решил передать следователю взятку. Следователь незамедлительно доложил об этом руководству управления, а последующая передача денежных средств осуществлялась под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ. После передачи взятки мужчина задержан. Суд приговорил виновного к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный лишен права управления транспортным средством на 2 года и 6 месяцев. Следственное управление Следственного комитета России по Брянской области напоминает о круглосуточном функционировании электронных каналов связи ведомства. Подать обращение, уточнить информацию о ранее направленном заявлении, сообщить важные для следственных органов сведения, возможно, не выходя из дома, используя дистанционные каналы связи, сети интернет и оперативные телефоны. Своё обращение вы можете направить в интернет-приёмную регионального следственного управления, а также на адрес электронной почты ведомства. Кроме того, действуют следующие телефонные линии. Круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности» 848-32-62-01-76 или 123 для звонков с сотовой связи. Телефонная линия «Остановим коррупцию» 848-32, телефон 62-01-84, а также телефонная линия для сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению. 8-915-801-26-41, а также другие телефонные линии. Все они указаны на сайте следственного управления. Кроме того, обратиться в следственные органы возможно через приёмную руководителя регионального следственного управления в социальной сети ВКонтакте, нажав на кнопку «Сообщение». Впереди 23 февраля. Праздник сильных духом людей, настоящих патриотов, защитников своего Отечества. Храбрость и отвага воинов издавна являлась основой блестящих побед нашей Родины, а ратный труд всегда пользовался особым почётом и уважением. В каждой российской семье трепетно хранят память о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Решимость, проявленная в жесточайших боях за свободу и независимость России, неотъемлемая часть нашего исторического наследия, пример подлинного патриотизма и верности долгу. Уважаемые защитники Отечества, примите искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Пусть этот праздник отваги и мужества вдохновляет вас на достижение всех целей, поставленных Верховным Главнокомандующим России, мотивирует на благие дела и победу во имя мира и процветания на нашей земле. На сегодня это всё. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова